здравствуйте друзья у меня сегодня вопросик утренний здравствуйте михаил хотел бы услышать ваше мнение по одному вопросу с подвохом я работаю именно программистом уже год до этого тоже был айтишником но программированием не зарабатывал программирую сайты на php работаю удаленно без оформления бумажек все держится на честном слове что слегка напрягает хотя налоги плачу на моем счету работу уже во второй конторе из предыдущей конторы ушел по вине ненавистные мне теперь методологии scrum agile проблемы намечались еще когда я пришел но я этого тогда не заметь не заметил у нас был сайт где регистрировалась каждая задача по проекту под каждую задачу я ставил сколько я время на нее потратил в каждой задачи ставили уровень сложности a b c или d и в конце месяца считали каждому программисту его рейтинг рейтинг зависел от того сколько я задач и за какое время сделал поначалу я выдерживал рейтинги в норме но потом ближе к новому году у компании возникли проблемы из-за войны санкций и стали искать кого уволить так когда меня увольняли мне говорили что это из-за того что я мало делаю вот типа смотри какой тебя рейтинг на троечку хорошо что еще свою зарплату за месяц сумел отбить а теперь про подвох аджайл скром его виноват теперь так а теперь про подвох я видел много персонажей которые разглагольствовали в стиле вы все плохие работники потому что не хотите работать мало делаете но возникает вопрос а судьи кто кто устраивает устанавливает нормативы оценки задачи и кто по каким критериям определил сроки в которые должна решаться конкретная задача почему задача в которой я проектировал довольно запутанные механизмы работы с базой данных и интеграции с другим проектом почему ведущий программист говорит что я это должен сделать за другое более удобное ему время ведь ежу понятно что человек у которого за плечами тысячи подобных задач сделает все на автомате а человек с меньшим опытом будет еще долго думать но в итоге нормой считаются нормативы стахановца остальных плеткой по попе и самое главное чтобы не говорили про желание работать отдыхать тоже надо хоть раз в пару часов отвлечься от откуда на 15 минут заварить чайку почитать новости я не машина чтоб все восемь часов мозги сушить так недолго и крышей поехать а мне говорят ленивый работать не хочешь но на основании чего ленивый на основании того что какой-то капиталист себе нормативы накалякал у у меня давнее намерение эмигрировать сша учу английский возможно буду биться за each one be как программист а возможно если срастется по линии науки попытаюсь науки первая моя работа на московскую фирму закрадывает меня сомнения они ведь скопировали американскую методологию работы с техпроцессом в том числе и людьми в нем а если в американских фирмах также выживают людей как и на моей первой программистской работе долгая ли будет моя эмигрантская жизнь вот такой вопрос у нас я бы сказал что с моей колокольни в этом вопросе вот так же как капелька воды океанской дает представление обо всем океане так или иначе вот так же этот вопрос затрагивает очень много аспектов жизни программиста и даже не знаю там можно по одному там попытаться значит я только что хочу сказать что вопросы миграции здесь проходит боком совершенно потому что он еще не знает то ли ему печь в анбитом как программисту то ли по науке хотя я так не не услышал ни слова его жизни в науке ты был айтишником потом вот он тут программистом год удаленно работает я я не вижу там где там наука и как это все происходит то есть я думаю что вот эта часть у него где-то очень неопределенная не очень понятно но он уже как бы тебе сделал такой как сказать интерполяцию такую произвел и говорит но они же заимствовали вот оттуда значит вот так как-то вроде бы должно быть примерно то же самое и так далее вообще самым общем таком ключе есть такая вещь как профпригодность значит есть люди которые не могут выполнять ту или иную работу каждый из нас для какой-то работы создан идеально для какой-то работы нормально а для какой-то но абсолютно ему влом там и все такое поэтому бывает то есть когда программист говорит что он там ненавидит методологию там аджаил значит это даже я не знаю что сказать но может можно списать на то что он всего год там этим занимается причем занимается удаленно то есть он ну как бы сказать настоящего такого пороху окопного пороха не нюхал так он удален ненько все и вот это вот психология у парня его зовут сейчас я гляну написано нет не вижу не важно у него как бы видение мира такого фрилансера найти там взял проектик там удаленно сидит и делает себе и никто ему не начальник никто ему ни того ни сего вот он сказал там сделаем там за три месяца но он себе прикинул он себе прикинул эти а когда он начинает работать в команде и он говорит а кто вообще эти люди спрашивает он а это те самые люди которые дают тебе работу вот просто так вот случилось что это ты у них работаешь они они у тебя и эти люди ставят какие-то задачи и у них есть миллион своих соображений которые тебе как человеку с годом опыта естественно совершенно что непонятны и ты можешь начать потихонечку вникать в методологию книжечки читать там может быть с людьми умными разговаривать проникаться как бы да вот пониманием этого дела а можешь сказать кто эти люди кто они с какой вообще там колокольни они взяли там свои требования представление о жизни там и так далее теперь что касается раз два часа 15 минут там отвлечься ради бога я я даже себе представить не могу чтобы кто-то сколько времени программист реально занимается программированием вот в таком прямолинейном плане вот сидит и код пишет и получалось что из восьмичасового рабочего дня где-то четыре а остальное время он думает о чем-то он может новости посмотрел там потрепался газетку посмотрел но еще что-то это это очень интенсивный труд очень интенсивный и никто же может восемь часов безотрывно я даже не знаю но они безусловно отвлекаются я могу сказать что в приличных компаниях на кэмпусе дома у них и бассейн будет и спортзал будет и вот велосипеды там стоят в гугле такие красивенькие бесплатные сел там покатался там еще что-то но безусловно люди отвлекаются даже даже речи нет об этом хотя нынешний софтверка которым пользуются вот эти вот проекты где люди сидят удаленно работают он там отмечает там ушел пришел сколько работал как чего так они уже автоматически всякие злоупотребления что обнаруживают но дело не в этом так вот ну ну безусловно человек должен иногда отдыхать другое дело что если ты уже в профессии ты должен быть в профессии они пацаном которые тот сидит и по-пацански значит там всем отметки ставит бывает что человек не вписывается в какую-то среду в какую-то ну как сказать команду конкретно в какую-то атмосферу вот которая там присутствует я вот работал в стартапе ну он уже был такой разросшийся стартап там было человек на 60 когда я пришел он уже готовился к выходу в паблик то есть я пришел где-то боюсь соврать феврале а в июле через полгода они уже вышли в паблик то есть такой стартап был побольше и такой чем просто стартап и там были ребята из больших компаний и вот так много программистов и много менеджмента было из больших серьезных компаний вот из за того что мы нужны пришел из больших компаний из больших компаний и из-за того что компания уже собиралась выходить в паблик она приобрела такую структуру уже как бы большой компаний при том что была совсем маленькой еще и у нас были программисты которые ушли оттуда не дожидаясь выхода в паблику уволились со словами что я хотел работать в стартап и дворомента мы уже будучи такими маленькими уже как как большая контора как какой смысл работать в инварименте большой конторы Будучи на самом деле в маленькой Можно в большой конторе работать И там будет environment большой контора А я специально шел в маленькую Вот на тебе То есть, бывает люди не вписываются Ну да, легко не вписываются Значит они ищут другую работу Конечно, работа удаленная Еще накладывает Дополнительно что-то там такое Меня, например В этой истории С точки зрения американского Допустим, учреждения Меня в этой истории удивил вот этот разговор Что они ему стали объяснять Почему они его увольняют Что вот он там мало того И мало сего То есть, какой-то базар возникает В элементарнейшей ситуации Там уволить человека Ему не нужно ничего объяснять Абсолютно не нужно ничего Объяснять Ему говорят, у нас сокращение штатов Там у нас Ну, не, ну можно что-то такое сказать Там бюджет сокращается Мы Значит, спасибо тебе большое за работу Мы тебя очень ценим Как только там бабло появится Мы тебя сразу позовем Так увольняют человек Чего его обижать-то Если он плохо работает Ему должны были выговоры Какой он делает Там с занесением Без занесения Там на вид поставить Ну, имейл написать Ну, что-то Ну, что-то И вдруг человеку увольняют И начинают его дерьмом мазать Это абсолютно Он еще думает, что это они в Америке Такому научились Нет, это они всегда Такие были сами Вот Без всякой Америки Да, значит В чем, собственно, вопрос-то у него Если он, да Значит, вопрос как бы звучал так Что вот если я доберусь до Америки Как же я тут буду Я могу так сказать Тут есть два аспекта И мы не знаем Как получится на самом деле Вот Но есть два аспекта в этом Значит, аспект первый С точки зрения того Что люди работают И как бы нормально работают Те, кто Ну, назовем это Профпригодный Да, то есть Который справляется С этим совсем И, в общем, нормально Вот Если вот этот парень У нас как бы Идет по категории Профпригодный Да, то он будет работать Он будет отдыхать Он будет В хорошем инвариуме Таком находиться Приятным Симпатичным Душевным Его не будут гнобить Как вот эти вот Значит, его могут уволить Если что Конечно, если он Не соответствует Или, допустим С деньгами плохо Тоже бывает И так далее Ну, полно другой работы Значит, он без работы Не останется Вот И отдохнет И там И на выходных отдохнет И в отпуск сходит И Я не знаю Там Во время рабочего дня Тоже Там можно отвлечься Никаких проблем С этим нет Что касается Вот Второй момент Который мы не знаем И очень трудно предсказать Значит Отношение к делу К жизни К своему месту В этом деле И к своему месту В этой жизни Вот Я вижу Некоторые Напряг у него Потому что Он Как сказать Если он приедет В Соединенные Штаты И будет обсуждать Такие вопросы Как А кто Собственно Решил А почему Это он решил А с какого-то Бодуна Он у меня вставит Сроки Или чего-то Говорит И так далее И так далее То ему просто Места не найдется Нормального Приличного То есть Наверное Он будет находить Какую-то работу Но Он все время Будет недовольный Им будут Недовольны Второй раз Его туда не позовут Или скажем Если он куда-то придет Еще И там будут люди С того проекта Они скажут Этого не берите Понимаете И так далее Поэтому Такие люди Тоже есть Понимаете Поэтому Очень важно Не улететь Вот в эту вот Категорию С другой стороны Я могу сказать Что Я видел много Ну как бы Вот Технарей Которые приезжали Из Советского Союза И потом уже Из того Что осталось После Развала СССР Значит И даже То что они Поначалу Продолжали Как бы По инерции Вот Мыслить Такими категориями Проходит Какое-то время И это Уходит Испаряется Они начинают Понимать Лучше Что вокруг происходит Перестают Измерять Это Теми единицами В которых Оно не измеряется Вот собственно И все То есть Может быть Ничего страшного Ну то есть Если он живет Там в какой-то стране Значит он категориями Принятыми В этой стране Он Осмысляет Реальность Свою Чужую Там По всей планете Там И так далее Но Попав в конкретные обстоятельства Может быть он За счет того Что здоровый организм Как бы И он как все Начнет потихонечку Меняться Тоже не страшно Но Тут вот такой Как бы еще момент В отношении Эмиграции То есть Я бы конечно Эмигрировал Но Я не знаю Насколько Эта эмиграция В состоянии Мне дать То что я Хочу иметь Понимаете Эмиграции Это не когда тебе дают А это когда У тебя есть возможность То есть люди Эмигрируют Ну я не говорю Про ситуацию Беженскую Когда ты просто Спасаешь жизнь Там и так далее Это отдельная история Но Если ты эмигрируешь Сознательно То ты эмигрируешь Потому что Тебе нужны Какие-то возможности Которых у тебя нет Там где ты сейчас живешь И Вот это Возможность Возможность у тебя будет Жить так Как ты хочешь А дальше Воспользуешься Возможностью Не воспользуешься Может быть Ты хочешь Чего-нибудь такого Что и тут Тоже нет Вот Но в принципе Как бы Все-таки люди Которые зарплату платят Да Эти люди В общем-то Определяют Ну Сроки Определяют Бюджет Определяют Ну то что им положено По работе Это же не то что Вот Понимаете Какие-то люди Влезли неожиданно И мешают нам жить У них работа такая Им за это Зарплату платят Чтобы менеджментом Заниматься Там Техническим Административным Каким бы то ни был Вот Поэтому У них такая работа Вот Я думаю Может быть Действительно Вот молодому человеку Самый лучший совет Который бы я ему дал Это Поработать программистом Пусть будет там Московская фирма Еще лучше Если она будет Иностранная Еще Или московская Она работающая Как Там Аутсорсинг Чейт Вот И поработать в самой фирме Внутри Посидеть Вот И там уже Значит Вот Как бы посмотреть Может быть Не удаленно А прям вот так Приближенно Посмотреть Как люди работают И Глядишь там Что-то такое Начнешь понимать Чего-то Удаленно Трудно понять Удаленно ведь Трудно понять Роль менеджмента Понимаете Они тоже Под стрессом Думаете Им вот что Сидят Из пальца Высасывают Как бы Хард тайм Какой-нибудь Создать Там Для остальных Конечно Даже если фирма Была бы там Скажем Иностранная Но Работали бы там Люди местные Это безусловно Не то же самое Что допустим Работать в иностранной Фирме Где работают Люди иностранные Люди Люди Которых нанимают Привносят Как бы Элемент Ну И культурный И там Какой угодно Вот Это не одно и то же Это существенно Не одно и то же Вот так Так наверное Я прокомментирую Да Ну С другой стороны Я думаю А что Парень год Всего этим делом Занимается И он Естественным образом Как бы Пытается понять Разобраться Вот вопросы задает Ну хорошо Хорошо Есть люди Которые вопросов Не задают У них меньше шансов Понять Разобраться То есть он ищет Немножко обиженный Тут он Обиженный На agile Методологию И вот Его значит Ну они конечно Сволочи тоже Они не должны были Ему вот эти истории Рассказывать Что он там плохо работает Не доделал Чего-то там Еще что-то Они действительно Платят ему По его опыту Правильно То есть Когда он говорит Что там Опытный человек Он бы более опытный Он бы быстрее сделал Это правда Вот они ему И зарплату соответственно Меньше платят Потому что он менее опытный Он там дольше делает И так далее Но Дело не в этом Дело в том Что в момент увольнения Я Рабочие моменты Любые бывают Но в момент увольнения Его не должны были гнобить И вот это объяснять ему Что он плохой Это просто какое-то Это чудовищное безобразие Вот я как Я не знаю Я 25 лет Там 26 уже Почти Не живу вот там Но Но Здесь так не увольняют И здесь Когда человека сокращают Там или что-то Даже если у него Может быть Он делал что-то Не совсем так Или совсем не так Но Его просто увольняют Не за что-то А просто Да Ему никто не портит нервы Никто не смотрит на него Злой рожей Никто не объясняет ему Что у него Значит там Качество работы хуже И так далее Я вас уверяю Что если бы Если бы это здесь Произошло вот такое Да У него было бы Много возможностей Этих людей Наказать не на шутку Вот за такие вещи Потому что так нельзя Увольнять человека Просто нельзя Не положено так увольнять Поэтому Такая вот История Собственно я уже Приехал на работу И на этом Месте с вами Прощаюсь Счастливо Так Минуточку Окей Запаркуемся И Значит чтобы с вами Реально попрощаться Друзья Я Помашу вам Ну что-то Она пикает Тут Вот Значит Мы Остановим движок И в тишине В полной В тишине Друзья Значит я Помашу вам ручкой Скажу пока Отправлюсь На рабочее место А То что вот Молодой человек Там Значит Год программирует Может быть он полюбит Аджайл Я думаю что Аджайл это реальность Вы знаете Реальность Стоит того Чтобы ее полюбить Реальность хорошая Наше отношение К ней конечно Может меняться Но он теперь Аджайл не любит Потому что там люди Какие-то злые попались Вот Но люди Аджайл За людей Не отвечает Есть замечательные люди Работающие в аджайле И в общем Там все путем Если вы хотите Чувствовать себя нормально В профессии Не надо так уж Не любить аджайл Не надо Тем более Вы толком еще В других Тоже не работали Еще в других Поработаете Вот Так что Счастливо